Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбана. Ещё с очередным видео, где нет монтажа, нет редактирования. И только одна правда. Недавно я создал видео о кофе. И много было отзывов. Ребята спрашивают, ну, и ты обещал что-то рассказать. Где же продолжение? Сегодня будет продолжение. Сегодня я хочу поговорить о правде и неправде, которую люди говорят о кофе и то, что они чувствуют. Есть очень много эффектов плацебо. До того, как я начну, я хочу сказать спасибо большое за просмотр этого видео и всех других видео, которые на моём канале. Пожалуйста, подпишитесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вы не пропустили ни одно из других видео. Также делитесь с друзьями, родственниками. Я думаю, тема интересная и у многих будут вопросы. Я хочу очень много тем обсудить. Также это видео из серии «Поверьте мне, я не доктор». Я не доктор, я не буду рекламировать и говорить, что медицина хороша. Я также не согласен, что у докторов самые последние знания. И также, что они работают, чтобы помочь нам со здоровьем. Они делают так, чтобы мы не болели и у нас не было боли. Но они со здоровьем не помогают. Сегодня немножко другая тема, не о здоровье. Давайте сразу начнем о кофе. Давайте этот вот зададим себе вопрос. Многие, которые пьют кофе, когда они его пьют? Утром встают, мне нужен кофе, да? Почему? Я плохо спал, мне нужна энергия. Много ли из вас задумывалось, откуда энергия от кофе? Правда. Сразу говорю, в кофе нет ничего, что вам даст энергию. Энергия проходит совершенно из другого источника. Немножко плацебо, немножко как работает наша система. Но сразу вам говорю, нет никакого анаболического эффекта на человека от кофе. Давайте тогда задраем другую тему. Я плохо спал, мне нужно что-то, чтобы разбудить меня. Вы же знаете, энергии нет в кофе. Что же разбудит человека из кофе? В кофе нет составляющих энергии, но кофе это стимулятор. Это стимулятор, который стимулирует нервную систему. Когда человек просыпается, каким образом мы просыпаемся? У нас получается дисбаланс мелатонина и кортизола. Кортизола это гормон стресса, мелатонин это гормон сна. Когда мелатонин становится меньше и кортизола становится больше, кортизол выбрасывает сахар в кровь, у нас получается энергия от глюкозы. И также мелатонин, мы не такие сонные. И кортизол как стресс нас пробуждает. Мы не можем спать, когда мы в стрессе. Что делает кофе? Кофе нас, ребята, не пробуждает. Она еще перевозбуждает эту нервную систему. Поэтому я никогда не советую употреблять кофе, когда мы просыпаемся. Вы уже довольно-таки... Нервная система довольно-таки напряжена. Если вы просыпаетесь и первое, что делаете, уберете кофе, вы никак не помогаете себе нервной системе. Следующее. Люди говорят, у меня есть привычка, и мне это нравится. Я просто пью кофе. Если честно, скорее всего, это как я, это я один из них. Я просыпаюсь совершенно другими способами. Я доставляю энергию в свой организм, в свой организм совершенно другими способами. Но у меня есть привычка. Мне, да, нравится вкус кофе. Я думаю, что проблемы в этом нету, если знать, когда и как пить кофе. Иначе результат будет не очень хороший от кофе, но об этом мы поговорим попозже. И третье. Мне нравится вкус. Я пью кофе несколько раз в день. Хорошо. Это, в принципе, относится к привычке. Но давайте поймем, что если вы пьете кофе для вкуса, нужно ограничить себя во времени, когда вы пьете кофе. Почему? В кофе очень много химических элементов. И если посмотреть, как организм с ними справляется, то есть химические элементы попадают в организм, они идут в печень, и в печень разбиваются на другие химические элементы. И когда половина действия этих химических элементов заканчивается, это называется половина жизни препарата. Это больше фармацевтическое определение. Но из-за того, что кофе химикат, это определенно так же относится к кофе. Так вот, половина жизни кофе 6 часов. По большому счету, я не говорю, что невозможно выпить кофе и пойти спать. Не будет хорошего сна. Мы сейчас говорим о здоровом образе жизни, а не о том, как я могу заснуть или не могу заснуть. Если вам хочется наслаждаться кофе, если вам хочется иметь здоровый хороший сон, нужно пить кофе от 10 до 12 часов до того, как вы пойдете спать. Это самая главная фишка, потому что кофе нужно наслаждаться. В следующих эпизодах я расскажу, что хорошо в кофе, что плохо в кофе. На сегодня достаточно. Пожалуйста, посмотрите часть 1, которая будет рассказывать, все остальные части, которые я буду снимать. И также будет несколько других частей, где я буду рассказывать еще больше кофе, когда его пить, с чем его пить, как больше наслаждаться, как его использовать, как вы говорите, для энергии, для того, чтобы пробуждаться, как вообще наслаждаться вкусом без каких-то побочных эффектов. Спасибо большое за просмотр этого видео. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. До следующих видео. Большой привет, Гриша.